Детский позерник, 2024 р. Харикадха, Шри Вашнавдас Бабаджи Махараш, Шиши Рады Гопинат, святыня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такий спрытный, я еще никогда в жизни не видел такого спрытного детства. Ты понимаешь, как можно меня затримать, хотя есть такие маленькие. Ты понимаешь, как можно меня затримать. Майя Шода была очень счастлива, думая о этой волосе Нарайне. И в этом часе Кришна стянула с рук Майя Шоды те шнурки, которыми она потянула, чтобы убить масло. И сказала, что не нужно этого делать, возьми мне на руки. Не убивай уже больше масла, возьми мне. И Майя Шода вытягнула свои руки в сторону Кришны и сказала, что иди домой. И швенцы не будут убивать масла. И как она вытягнула свои руки до Кришны, Копал вскосил ей на колонах. И так Копал начал сидеть у нее на колонах. И шибко своими руками стягнула чадар, который прикрыл перси. Прогнула пить млеко. Кришна начал пить млеко. Оттого ей Вацалия Снеха Плавить ей сердце. Плавить. Топить ей сердце. Десять Кришна пить млеко с перси Майя Шоды И она из-за этого повода очень счастлива. Шьяма, которая похожа на новое хмуро, десчо, сейчас сидит на колонах Майя Шоды. И пить млеко с перси Майя Шоды. Подобный на птак Чадака, который пить десч из хмуро, десчо. И только так этот птак может напить. И вот здесь нет Айшварии Гьяны. В этой Лилии не есть Айшварии Гьяны. Слышно, что в этой Лилии, если та бхава появится в моем сердце, то я тоже хочу держать на своих руках Нандананданы. Если в моем сердце появится такое прагнение, то мы сможем дать такое счастье, как достала Путана. Двум аренками Кришна трянулся в перси Майя Шоды и пил саму в целе преме. Майя Шода сладко усмехалась до него. Майя Шода смотрела на сладкость Гопала и даже не окрем синим мургала. Смотрела на его крюченые волосы. Его волосы были заплутаны по тем, как он спал. И она говорит до Гопала, «Мой хлопчик, ты так и естесь голодный». Яшода смотрела на Яшода Нандана и не мургала. Смотрела на то, как он сшимал ее перси и пил млеко с ее перси. Он с милостью ответил до своей матки с таким кивнением головы. Отповедил кивнением голову. Так Нанданадан Цесился Таким 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 Реком Вацалия Преме. Майяшода с великой милостью дает Кришне пить ей млеко. Вдается, что тысячи калп, тысячи юг могут пройти, но цесение Майшоды никогда не закончится. И Гопал всегда будет прагнать пить ей млеко. И это млеко нигде не будет конца. З часом на отверт млеко Яшоды будет только увеличить. А прагнение Гопала пить это млеко будет тоже увеличить. И это млеко нигде не закончится. И в этом состоянии они могут прожить тысячи калп и юг. Майяшода Майшоды 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 втеды с еды страны она она пачела на млеко которое было на там ликоста осталось и на повольном огне и потроха и потроха она мусила все заготоваться еще вечером мая шода взяла то млеко у крови под магандзи и мысляла я зроби с тега млека млек а скандинсоване млека зроби йогурт и дам моему гопалу на пицы тем а лет а огонь сестал а огонь был веньши веньши и млеко то се заготовало и зачало се вливать я швода не зразумела я кто так срос се зроби ло же я огень стал се таки дужи и она шибко встала не могла уже сидеть шибко взяла гопалу со своих колон и и посадила гоно на под водзе и поведела мой хлопчик почекай троха я я я терес я терес то млеко с дейме и еще дам напись моего млеко с моей перси тебе и так я шода пошла сделать млеко с огня она заставила кришна бо бала ся что если возьми го с собом то може его так леком опарзить для того заставила кришна на подводзе збачев то то миле то нам се выдаде видимо а як се заховуе бакта премик никто опроц премика не зразуме то то як се заховуе бакта премик и не могут то зразуметь кто то есть и не и не то карми гиани и йогини те которые мая мошвария гиану они не нигде не не бэнда могла зразуметь бакта те которые прагна распустите так в брахмаджиоте они лишен же а они мыслям же они практикуем вырешение и мыслям же без вырешение не могу нам осёгнуть брахмана они робим аштанга йога робим бардзо трудно нам саданы и в концу они осёгаем самадхи и те кто кто же хцом осёгнуть багава цварупы як шука шауна ка ганеша суреша махеш они вели бом пана бога али дзисяй тэн пан бог был на рэнках у мая шоды ана шымао го а давао му своё млеко али длечэго она заставила заставила гон на подводзе али длечэго она то зробила могла проигноровать то млеко карми гиани и йогини али дзися али дзися али дзися али дзися пана бога а шода оставила зсамаго бога чтобы млеко уротовать млеко может быть выжить ниж сочинан неж кришна лицо млеко важнейшим для шода неж кришна Так, те же, что делимся в королевстве Прэмы. Джебы в игноранции робят саданы, чтобы позволить материального свята. Они хотят распуститься в Брахмаджиоте. Люди йоги ведут, что умысл есть причина терпения. И за помощью пранаямы и саданы они хотят контролировать свой умысл, чтобы избавиться терпения. В тот самый способ, чтобы повсёгнуть счастье на небеских планетах. Они работают столько, как они. Но люди, которые имеют премию, они не хотят распространяться из материального свята. Они не хотят идти на небеские планеты. Они вообще не думают о том. Все, что они делают, это только, чтобы служить Пану Богу. Они не для того, чтобы идти на небеские планеты. Они хотят только служить Богу. Это их цель. Поэтому Бахта может очень легко заставить даже Пана Бога, чтобы служить. Потому что Бахта никогда не хочет закончить свою службу. Бахта может очень легко. Например. И один свуга вахлёга вахлёвая два раканата. Сыщ Stunden си-пенькностью два раканата. И, когда он вахлёвава его, выпад из его рук. Один Сиддхабаба тоже видел лиле Радамадева. которые плывали лодком, и Сидкабаба отримал цукер в шкляной поделечке, и он, то поделечка, выпадло с его рукой и разбило все. Глупи смялись, все было красиво, все было аттракционно, и он смотрел на Лилу, и это поделечка упала и разбила, и аромат того, что было в среде, не понимаю, что там было в среде, аромат все начало пахнуть, и Баба видел эту Лилу, но люди, которые были в кости Бабы, говорили, Баба, что случилось? И Баба говорит, я видел, а, в руках был такой шкляной поделечки, я сделал аппарат, я должен служить за помощью этой шкляной поделечки, но смотрел на эту сладкую игру Рады Мадовой и на Гопи, и это поделечка упала и разбило, но все люди почули этот аромат того, что он был, очень красивый, который был в кости Баба видел эту лилу, но все люди, кто были в кости, они почули этот аромат, очень красивый, из духового света. Один ситха Баба тоже официал в своем умисле сладкий рыжь Кришне, и чтобы проверить, если этот рыжь есть горожный или нет, он достал этого сладкого рыжа. И хотя он не мог этого делать, потому что это не чистый, но его цель это только служба, и он хотел проверить, если этот рыжь не есть горожный для Кришны, и когда он достал этого рыжа, Махаврабу говорил, что не можете прагнуть жить со мной, а можете прагнуть всегда служить мне. Даже до Нитянанды, он говорил, что не дал ему жить вместе с ним. Всем товарищам говорил, распространять этот дар премии, что служба для Махаврабу была важнейшая, чтобы бактови стояли около него. И что есть выше, Пан Бог или служба ему? Для бактов самое важнейшее, это служба. В том же способе Махаврабу Майашода держала Бога всех святых на своих руках и как млеко уехало, она оставила Бога. Как только начинается служба, то Бахта думает только о службе. Майашода держала Ананда Брахма на своих руках, посмотрела на его красивую тварь. А как начался час службы, то она оставила Кришны, чтобы уротить млеко. Майашода учит нас, что не всегда нужно помнить о службе. Есть счастье от счастья, а есть счастье от баджану. И это счастье от баджану когда-то станет према-нандом. Но Бахтовы знают, что свя-ананда выше, чем према-нанда. Бахта может даже према-нанда, чтобы достоять свя-ананда, чтобы достоять свя-ананда, службы. Когда вы делаете арати и ваши руки так дрожат и огонь падает, то это как-то аппарат. И как например готовить для буст и лзы могут плынуть в очи и впадать до потрав. Это тоже такая свя-ананда аппарат. Нибы. И Бахта говорит, почему я сейчас плачу? Нибы. 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 Майя Шода заставила самого Кришны. Мы не можем даже выобразить, какую боль она была, как она могла заставить Кришны. Но здесь описывается тоже боль, которую она была, который был очень голодным, и хотел есть, и кто-то нам уничтожил едению, и кто-то забирал наш талер с едением. Кто-то забирал у нас то, что мы хотим, и у нас приходит боль. Кришна пил с перси Майя Шоды млека, но он уже не мог этого дальше делать. Он был очень смутный из этого повода. Майя Шода посадила Кришну на подвозь, и побегла ротовать млеко. Какой боль он чувствовал, в тот момент его пил. Майя Шода видела о том. Майя Шода млеко. Подобно, как родители, они знают, что детство не хочет пить горшкие леки, но они выможают детство пить эти леки. Кришна очень глостно плакал, когда Майя Шода хотел его кормить. Он не хотел кормить, а она начала лать на него воду и кормить его. Поэтому, чтобы задавать о своё детство, родители, и матка, она часто не спи в ночи и мать или працы, то есть в целе према. Навет в материальном свете мы можем это zobaczyть. Майя Шода понимала, что Кришна будет очень смутной, когда она отойдет от него. Но она пошла, чтобы уротить млеко. Она уротила это млеко, потому что это млеко было для Кришны. Но Кришна начал думать, что это? Почему она так сделала? Майя Шоденандан. Он разумеал, что он уже не на рынках своей матки, но сидит на подводе и кое него нет первой его мамы. И тогда я шла на Нандан, начал си гневать, потому что ему не дали тешиться тем, что он прагнул. Мы знаем, что если мы что-то прагнём и потом тратим то, то мы имеем много гнева, так много гнева, как было много прагнений. Если видим, что кто-то имеет много гнева, то мы понимаем, что он имеет много прагнений. Поэтому прагнение это причина гнева. Но Кришна, он атмакама. Сколько он имеет это прагнение? Кто может это сказать? Конечно, он есть атмакама, но в этом же время он очень хочет дать премию от своих бактов. Он всегда прагне дать премию от своих бактов. Он говорит до бактов, то дзвень моих звонков за стоп будешь слышать целый час. В этом способе в разных святынях очень много разных потрав офируем Кришне. Наступно, сейчас уже в разных святынях часто уже так не служат хорошо. В святыне собирают себе то, что принадлежит Кришне. В святыне собирают себе то, что принадлежит Кришне всегда так служить ему? Кришне всегда хочет дать от бактов службу. Кришна, он всегда перфекционный. Он никогда не имеет прагнение, но он бегает за своей маткой и говорит, «Ма, дай мне то, дай мне то». Он прагне пить млеко своей матке, но Майя Шода заставила его на подвозе, чтобы ротовать не какое-то млеко. Конечно же, Кришна начал быть гневливым. Гнев пришел до него. То есть такая manifestация премии. Илья Маме прагне, или маме гневу? Если маме дуже гневу, то маме дуже прагне. Илья Маме прагне. Илья Маме прагне. Если человек, в кого человека есть люди, он может что-то там удавать. но если человек сам и проявить эмоции то эти эмоции правдивы и кришна зашел от гневу его уста зашли ли дружать и узы зашли чекнуть его очи от вас его очи зашли бы с червоне гнев ешотананданы его узы его эмоции то не какая-то игра то правдивы эмоции пан бог целого свято сейчас плачет и гнева сейчас он есть мау и мау и мау и два раза и которые через все эмоции который который через я мау и кубчик просто он маг не ехтага уста джоом когда и кришне и водные и гнева еще он только не роби от этого гнева он может сниссить вселенные святы но сейчас он ничего не делает почему? потому что в Раджодхама есть освенцол на вацалия премом если кто-то поможет ксенжицовой камень до огня то огонь отразу все огень зникнет так как Кришна не может он не может гневать потому вацалия према он есть во враче а врача есть выполнена вацалия премом и его гнев все зника конец рады рады ваше Продолжение следует...